всех приветствую на нашем канале егорьевские квадраголики смотрите какая есть интересная вещь есть бирпи polaris aodis у которых есть выбор между короткой и длинной базы а стелс гепард за 10 лет почему-то этого не сделал не предоставил нам такого счастья 4 года они обещали литр тоже почему-то не смогли коротыша рисовали концепта тоже ничего мы этого не видим пока еще но мы это сделали к сожалению назвать проектом а уж тем более супер проектом мы не можем поскольку один из квадро блогеров просто-напросто убил смысл этого слова и мы представляем вашему вниманию наш кастомный стелс гепард каратыш а а а а ну что ж друзья вот он вот он легендарный короткий гепард единственный в россии не побоюсь этого слова и возможно в мире потому что больше сто процентов пока все-таки таких нет единственный экземпляр так что у кого есть желание кто хочет чтобы ему сделали такой же но опять же на внешний вид вы можете не обращать внимание потому что все будет по вашему желанию как вы хотите это конкретно наше видение мы так захотели мы такой внешний вид сделали а также любые кастомные работы все что угодно мы вам можем сделать ну собственно надеюсь на данном примере это все-таки видно но сейчас мы будем естественно по порядку конкретно касаемо внешнего вида морду решили оставить родную приближенную точнее к родной от стелс гепарда боковинки как видите ну то есть вообще в принципе он весь по пластику намного короткий что ваш колеса вон торчат как у ренегада вот эти штучечки мы оставили пленочка вот такая вот у нас ну расширенный руль шнаркеля это все я думаю рассказывать про это не стоит все и так видеть просто вот смотрите наслаждайтесь каким он получился зверенышем по внешнему виду и не только вот смотрите как вы видите здесь все от гепарда подвеска ману такие небольшие измене в пластике то есть мы максимально постарались все это дело оставить чтобы был виден гепарденыш этот вот сиденье родное просто перешиты все на своих местах вот смотрите как выглядит пространство под сиденьем все родное бак родной так все аккуратненько касаемо технической части сейчас перейдем к мотору моторчик у нас здесь стоит 850 кубических сантиметров у покрашена естественно под свой стиль база укорачивалась на 18 сантиметров расстояние вот отсюда досюда ступичная сто тридцать восемь сантиметров чтобы вы понимали ури негадо это 130 то есть 8 сантиметров здесь чуть-чуть подлить данный аппарат полностью в снаряженной массе весит триста девяносто килограмм как видите на данном экземпляре нет выноса радиатора и все это дело стоит внизу там стоят дополнительные радиаторы объем охлаждающей жидкости увеличен в два раза поэтому ничего там не будет забиваться грязью там кстати радиаторы стоят которые не забиваются вот и все будет замечательно охлаждаться за это мы не переживаем ну и соответственно без выноса он имеет такой более тоже дерзкий вид ну кому-ка конечно но мне очень нравится смотрите касаемо резина мы сюда поставили на постоянку пока что так будем ездить двадцать восьмую зилу ширина 10-12 спереди 10 сзади 12 ну понятно с бедлогом все как положено чтобы немножко спускаться по давлению и не переживать за разутие и как видите здесь в арке очень много места то есть сюда встанут мы проверяли 30 без проблем ничего нигде не цепляет а то и больше также установлены автомобильные шаровые опоры рулевые тяги наконечники все от автомобилей и по всему квадроциклу круг сайлинг блоки он очень мягкий подвеска работает хорошо рычаги ходят все нормально по поводу выхлопной системы здесь у нас из каждого цилиндра идет отдельная труба шаре идет стронгер переходящий в две пустые банки ну и соответственно красивый внешний вид насадочек вот звучит это сейчас покажу как поставили значит короткого и длинного гепарда смотрите вот она разница так ну то здесь плохо видно вот здесь у нас спереди колесики вровень смотрите сиденье у них на одном уровне задние чтобы понимали что здесь ничего не поменялось все родное только лишь сзади база укоротилась получается ну как бы она ушла вперед а а а а а а а